Из книги «Открытым оком» третьего тома, тема «Лапкин книги», вопрос 985. В понедельник по радио была ваша очень хорошая передача об именах. Наверное, было много звонков после этого. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Звонят и благодарят все – коммунисты, демократы, старые, молодые. Поступил интересный звонок, как видно, не от молодого мужчины с красивым голосом. И он мне сказал, я проработал на радио и телевидении около 30 лет, но таких высокопрофессиональных передач, как ваши, почти не помню. Особо подчеркнул дикцию, интонацию, смысловое сдержание, вступительную часть и заключение. И спросил, вы не психолог? Приятно было слышать такой отзыв от профессионала. Я даже немного загордился, хотя бы с чего. И начитал на пленку более 50 томов. До уверования во Христа я не мог открыто и смело сказать при людях и одного предложения. Краска заливала лицо, а из глаз стекли слезы от стыда. Я покаялся, обратился к Богу по Евангелию 27 сентября 1962 года и через три с половиной месяца уже стоял за кафедрой, как проповеднику в Афтистах-пятидесятниках в городе Венскелсе, Латвия. Поэтому мне очень близок в своем роде романство от Капиеви. Внезапно получивший от Бога дар, я прошу молиться, чтобы только не отняли от меня эти передачи. Хотя каждое воскресенье сейчас я выступаю на третьем канале в прямом эфире продолжительностью в один час. Но те передачи слушают мало, а эти кухонные динамики еще слушают многие. По краевому радио я выступаю теперь совсем редко, а про телевидение почти забыл.